Угостить свежей морковкой нутрию или дать попробовать гусю хрустящий сухарик. Эти дети, да наверняка и кто-то из родителей, многих животных вот так, близко, видят впервые. А покормить их с руки – это и вовсе уникальная возможность. Таким единением с природой в этнографическом комплексе «Вольница» сегодня наслаждались участники организации «Радуга Сочи». Это сообщество родителей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Выход в такие вот дружелюбные среды, где все понимают и по-доброму относятся к детям с особенностями в развитии, очень ценны. И это очень сильно сказывается на социализации детей. Каждый такой выход – это такой, знаете, драгоценный камушек в копилку. Комплекс «Вольница» раскинулся на 4 гектарах на высоте 400 метров над уровнем моря в живописнейшем уголке на Мацесте в селе Семеновка. Это место идеально для отдыха с детьми. Но кого оставят равнодушным – чистый воздух, тихие пруды и озера с рыбой, а еще дружелюбные нутрии, домашняя птица, козы, лошади и коровы. Каждого можно покормить и погладить. По состоянию своего ребенка, по его настроению, я вижу, что им очень здесь нравится, что он счастлив. А счастливы наши дети, счастливы и мы. И, конечно, нам такие выезды очень нужны. Познакомились дети и с обитателями местной пасеки – серыми кавказскими пчелами. Здесь добывают мед из каштана и липы. Мой старший сын испытывает очень глубокий дефицит в общении, испытывает дефицит в эмоциях, вообще во впечатлениях. И вот подобные поездки, которые нам устраивает радуга и благотворители, это на самом деле для нас как глоток свежего воздуха. Ну а финалом благотворительной экскурсии в этнографический комплекс «Вольница» стало купание в водопаде. Говорят, эта вода обладает особой живительной силой и дарит запас энергии на долгие-долгие дни.